А по поводу мультиков, вот, бесят в презентациях картинки, эти люди из каталогов не настоящие, прилизанный ужас. Да, это выглядит отвратительно, и здесь самое важное, это вам найти какую-то изюминку, да, которая отличала бы вашей презентации от других. Здесь очень важно, если мы говорим про человечков, да, постарайтесь найти какие-то необычные сюжеты. А я рекомендую использовать такие штуки, как Лего, например, они, с одной стороны, в интернете вы можете легко достать эти картинки, да, с другой стороны, вы можете использовать, там есть разные сюжеты, да, в-третьих, это точно необычно. Я в своих презентациях, которые у меня на курсах, которые я читаю, если про лекции, про семинары, я использую Симпсонов, я их очень люблю, и они тоже очень, их тоже очень много можно найти в интернете, и они тоже очень четко иллюстрируют. Вот фильмы, книги, как правило, там, из картинок по «Звездным войнам» получаются прекрасные презентации, когда вы их туда вставляете. Это выглядит, с одной стороны, очень круто, с другой стороны, точно запомнится, с третьей стороны, донесет вашу мысль. Как-то так. Вы сказали про флипчарт, какие-то правила, презентации, вот такой вот бумажной, рукописной есть, вы можете нам их показать, рассказать и объяснить? Да, к доске же дайте, да? К доске. Чем хорош флипчарт вообще, и почему не стоит игнорировать такой очень классный инструмент? Первый из них, это стереотипы, которые сидят в нас с самого детства, человек, который стоит у доски, что-то вам объясняет учитель, да? Его надо слушать. Да, доверие к нему возрастает. Второй момент какой? Людям, может, не очень нравятся те слайды, которые вы подготовили, но они терпимо относятся к тому, что вы пишете и рисуете. Ну, или более терпимо и снисходительно. Сложно сказать, просто замеченный факт, тенденция, то есть если вы там нарисуете вот такого человечка, то все поймут, что это предел ваших рисовательных способностей. В общем-то, претензий к вам никто не предъявит. Что касается использования флипчарта, первое, когда вы работаете с флипчартом, стараетесь стоять справа от него, потому что для аудитории вы будете находиться слева, а это очень важно. Как ни странно, предметы, которые появляются в поле нашего зрения слева, воспринимаются нашим мозгом как дружественные. Предметы, которые появляются в поле зрения справа, всегда воспринимаются как враждебные. Посмотрите, лебединое озеро, там черный лебедь всегда справа выбегает, белый слева. Как интересно. Нет, я знала, что дизайнеры, все те, кто занимаются там полиграфией, прекрасно знают, что текст воспринимается лучше всего слева, сверху и по диагонали вниз-вправо. Так же и с презентациями. Вот. То есть, ну, мы пробегаем, возвращаемся, пробегаем, возвращаемся. И так лучше всего информацию подавать. Если мы говорим про то, как встать, да, и если вы стоите справа, вам будет удобно писать. Убедительная просьба ко всем, ну, когда вы будете все это делать, отдельно пишите, отдельно говорите, потому что если вы начинаете разговаривать с доской, то всем становится не очень интересно. Вообще, ключевой навык, который вы в себе как оратор, не как презентация, а как человек, который занимается ораторским искусством, который вы должны поддерживать, это умение держать внимание и зрительный контакт с аудиторией. Всегда что-то нарисовали, повернулись, сказали. На кого смотреть? Извечный вопрос. Вот перед тобой десяток человек или сотня. На кого смотреть? Вам не нужно смотреть на кого-то отдельно. Знаете, когда балерина, вот она выходит, да, на сцену, она так зал обводит взглядом, кого она видит там, никого, свет рампы в глаза светит и темный зал. Ну, она так, и всем кажется, ну, вот, да, человек ко мне. Она смотрит мне прямо в душу. Да, 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 поэтому ваша задача проводить взглядом, ну, вот букву В такую рисовать своеобразную, то есть от дальнего конца к центру, туда и вот так вот периодически перемещаясь. Вы чувствуете, вы с этой частью аудитории говорите, повернитесь сюда, да, поговорите здесь, потом сюда, то есть и равномерно уделяйте внимание всем. Вам не нужно смотреть на кого-то конкретно. Знаете, есть в учебниках совет. Выберите человека и смотрите на него. Человек себя начинает чувствовать очень дискомфортно, когда вот вы, здравствуйте, сегодня я провожу нашу презентацию, да, не пугайте человека. Вот. Начинаем. Вот с чего начинается любая презентация, да, на флипчарте. А, ну, вы флипчарт используете для того, чтобы проиллюстрировать какую-то мысль свою. Первое, что вы делаете, пишите заголовок. Подчеркните. Это вы так, просто так подчеркнули? Или это правило такое? Это правило такое. Старайтесь выделять заголовок, главное, потому что у людей, люди сразу понимают, о чем это, о чем сейчас будем говорить. Да? И дальше, ну, просто пишите. Все. Подчеркивать не надо, это уж я так. Старайтесь писать черным и синим маркером. Их видно лучше и дальше. Красным и зеленым обводите, подчеркивайте, выделяйте. Еще есть какие-то правила, вот, презентации на флипчарте? Потому что у нас еще масса вопросов, на которые надо ответить. Так я с удовольствием на них отвечу. На самом деле нет. Так вот, основные, наверное, да. Какой должен быть бюджет у качественной презентации? Это какие-то серьезные деньги обычно? Или можно на энтузиазме сделать? Можно делать на энтузиазме. Можно заплатить, все зависит от того, сколько денег у вас есть. И какова, ну, цена вопроса. То есть, цена сделки, цена принятия решения, насколько она высокая. Бюджеты презентации могут доходить до 500 тысяч за разработку. Это 500 тысяч только за креатив? Ну, за разработку, но, представьте себе, у вас... Рублей? Да, да, да. Хорошо. У вас презентация, вы презентуете свое решение клиенту. Сумма сделки 27 миллионов. Как вы думаете, 500 тысяч – большая, маленькая сумма за то, чтобы... Что они за эти 500 тысяч-то сделают? Они подберут и сформируют аргументы, подберут картинки и научат вас выступать таким образом, чтобы шанс удачного заключения сделки был максимально высоким. Чтобы донести именно то и донести именно туда, куда надо. Чтобы продать, да. Еще раз говорю, ключевая задача презентации – это продать. Ну, а продажа что это? Продажа – это изменение мнения человека о чем-либо. Презентация, она подразумевает озвучание? Либо можно сделать какую-то презентацию и послать по почте, надеясь на то, что человек ее просмотрит и так все поймет. Вот. И в чем разница между этими двумя видами презентаций? Если мы говорим о том, что такую презентацию можно высылать, туда нужно на слайды больше текста закладывать. Ой, а знаете, под слайдом есть такие заметки к слайду. Вот это стоит использовать, это окно? Если вы кому-то посылаете эту презентацию, то не стоит. Всю нужную информацию постарайтесь структурировать и изложить на самих слайдах. В чем разница и отличие? Ну, пожалуй, что такую презентацию, если вы высылаете, ее прочитают быстрее и скорее, чем коммерческое предложение, которое вы высылаете. Но если мы говорим о продажах, то эффективно, конечно, личное общение и коммуникации с людьми. Если кто-то мешает, стучит, шепчется по телефону, видимо, во время презентации с лектором, говорит, как не начать нервничать и как тактично намекнуть, короче, чтобы заткнулись и не обиделись. Здесь есть несколько моментов. Первый из них вы можете просто попросить человека вежливого, сказать, коллеги. Я понимаю, что не терпится обсудить и тема нашей презентации очень серьезная. Давайте дождемся конца моего выступления, когда у каждого будет шанс обсудить. Или подходите к человеку конкретно и говорите, у вас вопрос какой-то, да, я готов на него ответить. Человек сразу говорит, нет, у меня все хорошо, я сижу. Если у вас какой-то, ну, если есть шанс и возможность поработать с аудиторией, то очень хорошо помогают групповые нормы, так называемые. Вы выходите и говорите, коллеги, информации сегодня хочу вам рассказать много, поделиться хочу много с чем, поэтому для того, чтобы наша презентация прошла максимально эффективно, я предлагаю договориться о некоторых правилах. И прямо выписывайте эти правила, возможно, на флипчарте написать там, говорит один. И вы можете апеллировать, говорит, коллеги, у нас правило принято, да, говорит один. Второе правило, которое я вам предлагаю ввести, оно называется я-высказывание. То есть когда люди будут вам отвечать, они должны будут говорить, я так думаю, я так считаю. Они не должны говорить, да, это все знают, это все так думают. Потому что личную ответственность принять тяжело, поэтому люди будут сидеть и молчать, большей частью. Третья вещь, которая еще важна, телефоны в бесшумный режим, виброрежим выключить, ну, чтобы людей это не отвлекало. То есть в нашем городе есть такие компании, которые за полмиллиона могут сделать презентацию на уровне, но, видимо, есть. Да, вот моя. У нас основная проблема, либо пиар без содержания, либо содержание без пиара. Вот и здесь то же самое. Ну вот мы для того, дорогие друзья, и передачу эту придумали и провели, для того, чтобы не было пиара без содержания и содержание без пиара. Любая презентация должна быть максимально наполнена смыслом. Да. Есть какой-то шрифт в презентациях, который воспринимается лучше всего? Ну, три шрифта можете использовать смело. Это Ариал, Калибри, Тахома. То есть любые... Калибри, это же смешной такой. Ну, нет, нормальный. Суть в чем, шрифт не должен быть с засечками. Знаете, вот как Таймс Нью Роман, у него такие внизу подчеркивания, вверху. Таких вещей быть не должно. Буквы должны быть гладкими, условно говоря. Да, и шрифт, там, 28-26. Если человек... 28-26. Если человек решил проводить презентации, но никто его не учит, что посоветуйте посмотреть, почитать, чтобы с нуля эффективно и самостоятельно? Есть две замечательные книжки, которые всем рекомендую. Первая называется «Камасутра для оратора» Радислава Гандапаса. Это про то, вообще, как выступать. Если говорить про подготовку презентации, как презентации, то почитайте его же «Презентационный конструктор». Вот, очень хорошая книга, я сейчас накидаю, просто «Слайдология» про то, как слайды делать. Очень хорошая книжка «Дзен-презентации» про то, как делать их кратко и очень удобно. И у Джима Желязных очень классная книжка по тому, как делать таблицы. Вот, такой перечень. Ну и просто ради удовольствия вечерок поройтесь в PowerPoint, много интересного найдете. Вообще, презентации – это самая веселая вещь в бизнесе, которой можно заниматься одетым. Поэтому презентация – это очень весело. Вот видите, вы сейчас сказали и не проиллюстрировали это, поэтому наши зрители не поняли. И написали, то есть «Камасутра» запомнила, спасибо, будет презентация. «Камасутра для ораторов» – очень известная книжка. А ее автора Радислава Гандапаса мы все-таки пригласим в нашу передачу, когда она в очередной раз приедет в Екатеринбург. А как же шрифт «Таймс Нью Роман»? Вы его не сказали раз? «Таймс Нью Роман» не нужно использовать в презентациях. Вам нужно использовать его в раздаточных материалах, которые вы даете вашей аудитории. Потому что «Таймс Нью Роман» нужен, когда много текста. Вот эти засечки, которые там есть, они создают линию, и глазу легче за ней следить и читать большие объемы текста. Но крупный, ну, когда вам нужно показать какую-то мысль, он сбивает. Поэтому шрифт без засечек на слайды, шрифт с засечками в раздаточные материалы для аудитории. Дорогие друзья, мы вам сегодня рассказали все, что знали про создание презентации. Более того, мы еще расширили тему, рассказали вам азы ораторского искусства, о том, как себя правильно подавать и преподавать. Берите, пользуйтесь с удовольствием, создавайте хорошие презентации. Это был Станислав Пятников, Ольга Новгородова, программа работы и карьеры ЕТВ, телевидение мнений. Субтитры создавал DimaTorzok